Телескоп дает нам картинку, ее надо зафиксировать, ну а потом и изучить. Вот о том, как мы ее фиксируем, чтобы это было без потери информации, чтобы это было надежное хранение надолго, эта проблема довольно сложная и становится все сложнее. Но начнем с глаза. Так или иначе, нам информация в мозг, а вероятно мозг это главное место, где она обрабатывается, до сих пор еще, несмотря на искусственный интеллект, попадает через глаз. Чтобы вы в промежутке не имели телескоп, пластинку, электронные приемники, в конце концов через глаз, надо знать его особенности. Ну, про эволюцию глаза где-нибудь вы прочитаете отдельно, она сама по себе интересна, как это у животных появился такой классный приемник света, и не только приемник, но и анализатор. Но внутреннее строение глаза, наверное, в школе проходили? Правда же? Проходили. В оптической системе глаза сколько линз? Ладно, это оставим. Сколько оптических элементов, скажем так, линз, не линз, а оптических элементов? Обычно говорят только про хрусталик, да? Да? А на самом деле? Четыре. Ну, как минимум, роговица – это мениск. Между ними жидкость имеет форму двояко-выпуклой линзы, это два. Потом линза, которая наводит на резкость, это единственный элемент, который может меняться. Его мышцы растягивают или сжимают, и он меняет. А между ними, между хрусталиком и роговицей, ну и жидким телом, что находится? Диафрагма. А зачем она нужна? Мы ее называем радужной оболочкой или радужкой. А зачем она нужна? Диафрагма. В фотоаппарате. Чтобы много света не пропадало. Чтобы регулировать количество света, проходящего через линзу. Не только количество. Диафрагма закрывает периферийную часть хрусталика. И при этом что происходит? Время лучше. Да, аберрации снижаются. Поэтому днем, когда работает центральная часть хрусталика, мы видим резко, а ночью не так резко. И вообще, чем ниже освещенность объекта, тем хуже качество картинки, которое дает глаз. Потому что открываются периферийные части, которые в сильной аберрации страдают. Ну и дальше. Ну дальше можно не считать. Стекловидное тело, у него оптическая сила невелика. Ну а дальше светоприемник, сетчатка. К сожалению, она не полностью заполнена колбочками и палочками. Вот это вот мерзкая вещь. Слепое пятно. Действительно слепое. Туда или оттуда выходит пучок нервных волокон. А значит, там мы в этом месте фокальной плоскости ничего не видим. Почему природа сделала именно так, никто не знает. Казалось бы, можно было все нервные волокна по внешней части сетчатки пустить. Та работала бы вся. А они входят внутрь, разбегаются по сетчатке и в свет приемные колбочки-палочки втыкаются. Пока это загадка. Кажется, разгадка у нее тоже есть, но когда-нибудь об этом поговорим. Сколько колбочек, сколько палочек вы знаете, да? Ну, диаметр яблока известен. Ну, примерно такой у всех. Поле зрения известно, какое большое. Отверстие, ну, то есть диафрагма меняется в 4 раза всего лишь. Это очень немного. Это значит, площадь меняется в 16 раз. А как глаз умудряется такой гигантский диапазон яркостей видеть? У глаза колоссальный, как говорят, динамический диафазон. Мы слабо светящиеся. Темное небо между звездами мы видим как не черное, а чуть-чуть светящееся. То есть серое небо. И на солнце можем смотреть. Разность потоков десятки миллиардов раз. А диафрагма всего лишь в 16 раз может регулировать поток света. Остальные механизмы, они очень сложные, они биохимические. Они работают на уровне сетчатки и еще глубже, на уровне мозга. Ну, сколько колбочек, сколько палочек. Кстати, 120 миллионов, то есть 120 мегапикселей. У вас в фотоаппарате сколько? Сколько мегапикселей? Ну, такое тоже бывает. 120 мегапикселей? Это у кого? Есть такая матра? Ну, сейчас там телефон будет входить в хейстике. Какие в хейстике мегапикселей? Да? Что-то у меня поменьше. Ну, ладно, у меня, видимо, старый телефон. Ну, 120 мегапикселей? Просто не придет, а не нужно так. Как это не нужно? Глазу нужно, а телефону не нужно? А почему глазу нужно так много, а телефону вот обходится сколькими? Там 20 мегапикселями? Да заходи же-то, ну, сколько там стоять? А потому что поле зрения у телефона 180? Отнюдь. Какое поле зрения у камеры вашего фототелефона? Ну, 50, ну, 60 градусов. У кого-то покруче там есть, 90 градусов. А у глаз — 180. Временное разрешение, то есть длительность экспозиции глаза примерно 1,1 секунды. Ну, может быть, 1,12 секунды. Уже при частоте кадров 16 кадров в секунду глаз не разделяет их. По отдельности не видит, но периферийное зрение немножко видит. А, скажем, 24 кадра в секунду уже сливается для нашего глаза, и кино именно такую частоту кадров и имеет. А телевизионная картинка даже больше, 48 кадров. Ну вот, угловое разрешение. Вот это вот самая непонятная вещь, которую пишут физиологи зрения. Одна угловая минута. Во-первых, она только... Ну, и вот эта минута, она только при ярком священии. А при уменьшении яркости объема падает до двух, до трех, до пяти угловых минут. Нам кажется, что картинка не резкая, еще и по этой причине. Между прочим, глаз очень хорошо согласован. Мы знаем, что расширяется диаправма. Правда, что так. Линза дает нам более размунтое изображение, аберрация, телевизионная. Поэтому к сельчатке не нужно, что и низкая освещенность, и не высокая желудовая вещь. Все равно она его не реализует. Лишняя информация пойдет в мозг, а толк с ней не будет никакого. Глаз очень хорошо уравновешен своих возможностей. Для яркого цвета одни, для слабого, для других. Нет, надо иметь в виду, как мы наблюдали, ну, хотя бы что-то не смогут. Кобочки бывают в трех цветах. Ну, в трех типах, да, мы знаем. Ну, а кроме этого, есть еще чувствительность к разным диапазонам спектра. Почему-то она смещается. Это биохимия, которую я не снимаю. Честно говоря, я читал, пытался найти объяснение, так и не нашел. В физиологе не сильно этим озабочено. Их интересует только дневная длительность класса астрономов, как правило, ночная. Ночное зрение, то есть максимум чувствительности, смещается в глубокую структуру. Почему-то не знал. Ну, то, что-то. Ну, как работает наведение на эс-лист? Оно называется аккомодация. Наведение на эс-лист, как бы вы говорили. Акомодация – приспособление к положению объекта. То есть, он близко, фокус удаляется. Надо сделать более кривую линзу, чтобы она сфокусирована сейчас. Ну, мышцы это и делаются в ручках. Если объект дальше, а у нас почти всегда далеко, то не надо этого делать. И хрусталик принимает нормальное состояние. Спокойное состояние. Это аккомодация. Ну, как устроено сейчас, очень сложно. Я точно сейчас рассказывать не буду. Ну, скажем, вот эти вот несколько слоев сетчатки, они играют роль не только светоприемника, но и первичную обработку изображения. Представьте себе, 120, ну, почти там, 140 миллионов светочувствительных элементов. Получек, палочек, да, 120 миллионов. 10 кадров в секунду. Значит, полтора миллиарда пикселей в секунду на одну. Полтора миллиарда вайтов. Надо передать. Неужели это может пропустить нерв? Точнее, не вектор проб, не оптоволокно. Это обычный, вот, человеческий нерв, в котором очень низкая скорость распространения сигнала. Конечно, через день они проедут такой информацией в мозг. Да и мозг расплавится от такого объема информации. Поэтому происходит переличная обработка вот здесь, на уровне непонятных или грандиозных клеток. Она заключается в том, что из изображения выделяются какие-то характерные геометрические фигуры, как выяснилось. Если, например, длинная, более или менее линейная структура, ну, мы смотрим, стол, экран. Очень много линейных структур у нас в поле зрения. Глаз передает практически два байка. Длина линии и ее ориентация. Все. Огромное количество, в огромной степени сжатия информации происходит. Если бы этого не было, мозг бы закипел. Если бы просто по пикселям передавалась информация. Как это делается? Богу узнает. Сложный вопрос. Но природа это делала решение. В общем, это очень интересная проблема, на самом деле, физиология и психология зрения. Мы не будем сильно за ней нацикливаться. Кого она за день, почитайте сами. Светочувственность, ну, конечно, она для яркого света, максимально в центральной ярке, для очень, но большая подность колочек. Собственно, мы ей видим. Глаз постоянно сканируют, вот такой трамм происходит. Попробуйте сконцентрировать зрение на одной букве. Вы уже соседний бук одного и того же слова четко не увидите. У вас глаз все время с огромной частотой беды сканируют вот этой маленькой центральной яркой. Но зато ей нужно много свет, там. Но в приеме надо все их насытить свет. А здесь редко разбросаны в приеме цвета, поэтому она, вот эта периферийная часть сетчатки, она чувствительна к низкой яркости. Но разрешение дает мне очень большое. Мы этим пользуемся, когда используем метод такой. Мы не видим на ней слабую звезду. Боковое зрение, да. Мы отводим центральную ямку, ну, глаз отводим, изображение перемещается куда-нибудь в сторону. И тогда изображение ложится на периферийную часть сетчатки, она его видит. Картинка нерезкая, но хотя бы мы чувствуем присутствие чего-то там слабосвидящегося. Ну, всякие истории связаны вот с этими предельными возможностями властью канала на Марсе. Вероятно, большинство из них связаны с тем, что случайные пятна на изображении Марса в глаз интерпретировал как линейные структуры. Ему так проще было. И вот нарисовал тем, кто смотрит на Марс канала. Мы не знаем на самом деле, все ли они причуды глаза, или часть из них какие-то реальные биологические фигуры. Рисунки полушария, середине 20 века, это конец 20 века, Хаббл фотографировал Марс, где-то нет канала. Ну, тут же люди ответственно рисовали, это не просто из головы, а очень часто повторялись. В основном, каждый канал повторяется у разных наблюдателей, так что это не выдумка, это какие-то причуды нашего зрения. В основном, но, вероятно, не все. Ну, эти детали, конечно, реально существуют. Что это за детали? Картой Марса никто не интересовался? Целая планета, похожая на Землю. На нее скоро полетят. География Марса никак вас не сделает? Ну, вот, все, не смонувается. Это тот же и след. Хорошо. Да, действительно, мы убедились, что случайные пятна при определенном качестве, не самым хорошем качестве изображений, глаз объединяет вот в такие линейные структуры. Да, так бывало. Но некоторые структуры повторяются даже при хорошем качестве. И вот, их надо тоже когда-нибудь объяснить. Между прочим, глаз видит намного лучше, чем холдопарат. И это Марс, сфотографированный Хаббом. Атмосфера вообще нешел. И реальный снег. А это церевь, сделанная из Земли. Ну, посмотрите, размер величайшей детали одинаковый. Толщина одинаковая. Какой-то смотрел на Марс в телескоп? Ну, вот впечатлением поделитесь, что вы видели, глядя на Марс? Ну, прям смотрели. Вот это видели? Сема. Реально? Вот такую картинку видел? Да, какой телескоп? Где? В 2007 году у нас это есть во время отражения. Но это величайшего качества изображения. Да, ну и Антониаде один из лучших медиа-наблюдателей, вообще-наблюдателей-астрономов. А 32. А вот что эти две запятых, о чем они говорят? Сейчас. А? Что это такое? Нет, ребят, так обозначаются дюймами. Дюймами. Фут. Дюйм. Две запятых. Это не угловые секунды. Это 32-дюймовый медонский рефрактор. Я думал, что вы знаете, нет? Ну, ладно. Для того мы и учимся. Это дюймами. Ну вот. Глаз таким-то образом выхватывает хорошее изображение. Глаза много причуд и легко обманут вот наши зрительные инструменты. Значит, смотрите. Какая площадка реакция? А или Б? Нет. Да. А-а-а. Конечно, Б. Да. Ну, посмотрите. Это полоса однородная. Можете закрыть вот. Закрыть вот так. Ладонями. Оставьте только вот эту полоску. Вы увидите, что ее яркость не меняется. Глаз регулирует цвет и чувствительность в разных областях сетчатки. Кто-то аппарат этого не умеет, чтобы в разных областях ПЦС-матрицы разная чувствительность была. Мы еще не научили, кто-то аппарат делает. А глаз уже давно умеет. Или вот, например, какая-то фигура объемная. Объемная слозь. С собой. Можете такую фигуру себе представить? Нет. А глаз говорит. Доль че, куда-то с собой. Нормально. Или вот это. Или вот сколько труб? Три. А тут? Баклаз говорит. Все в порядке. Для него все в порядке. Ну вот, фотография практически это повторение работы глаз. Фотокамера. Это наши глазные яблоки. Есть локальный голос, есть древний аппарат. И какой-то приемный след. Фотопластинка. Я вам принес фотоопластинку. Вы ее держали в руках. Потому что это уходящая натура. Но все равно придется, если вы будете астрономами, работать вот с фотоопластинками. Потому что сто лет он все равно фиксирует. Значит, смотрите. Держать можно только вот так. А смысл ничего? Касаться пальцами ни эмульсии, ни стекла. Тут на одной стороне эмульсия, а на другой просто стекло. Эмульсия нанесена на одну сторону пластинки. Только вот так. При этом не надо ест и руль. Постарайтесь. Это большие пластинки, но они, конечно, бракованные. Даже они не бракованные. Но это не то, чем мы дорожим. Это не симки. Нема это копии пластинок Баламальского атмоса. Их не страшно разбить. Это Баламальский атмосфер, я могу не тронить нам. Будете работать, тогда получится. Смотрите внимательно, что вы там делите, кроме всех объектов, которые вы сфотографировали. Сейчас специально выберу. Ну, вам крепко сделаю еще. Для вас. Лучше смотреть на свет куда-нибудь. А, ну, сейчас зону свет. А, ну, сейчас зону свет. Пошел в бездушное лечение. Уже звезды. Пошел в бездушное лечение. Что время? Не, мы не считаем. Давай, 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 давай. Попробуйте определить, с какой стороны эмульсия, как вы это будете делать. Где эмульсия? Где слои эмульсии? С какой стороны? Здесь смартфоны, а здесь зеркальность. Но астрономы делают это так. Поскольку с фото пластинками работают в полной темноте, они очень чувствительны цвет, только в полной темноте. И заряжать фасек для того, чтобы на телескоп повесить, проявлять, закреплять, только на ощупь все делается в полной темноте. Эмульсия определяется кончиком языка, касаясь краю пластинки. Если язык прилип, значит это эмульсия. Другого метода нет, в чем наделать можете определить. Как сделать? Гаменяем. 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 Вот кружок, там яркая звезда внизу, а наверху кружок. Как мы держим пластины? Вот так. Пальцы не прижимаем. Ваши отпечатки пальцев будут изучать у других организаций. Астрономам они не нужны. Владимир Георгиевич, мы нашли, что это за кусок неба. Раунд! Да что он? Он знак? Какой? Это из 13-18. Туманный город, да. Игорь. 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 Негатив. Конечно. Вот таких у астрономов не бывает. Это ерунда. Это позитив. Кому он может? Когда он может? Позитив. Это значит вторая копия. С фотопластинки сделали копию, а копия всегда хуже оригинала. Оригиналы только негативные бывают. Когда мы снимаем, яркое дно на фотопластинке оставляет чёрный свет. Игорь. Как это сделает? 23 часа, 26 секунд. Так. Остались пластинки? Давайте соберём, чтобы вы там не повезли. Астрономам. Отдавайте. Тут есть дата. Что это за прудовщик? У нас есть дефект, да. Что это за прудовщик? У меня пластинки. Что это за прудовщик? Внизу яркая звезда, а наверху круг. Это блик от яркой звезды. Если в поле зрения есть яркий объект, что надо сделать? Провести линию через центр поля зрения. И симметрично что-то обязательно будет продавать. Более того, прямо от изображения вторичного фокуса. Растяжки видны хорошо. Прямо изображение внутренне сиденья. Кланетарно. Нет, не существующее объект. Так, у кого пластинки остались? Отдайте. Нет, давай. Спасибо. Фотографируйте. Пластинки использовались примерно с 1860-80. Там по разному типу были пластинки. Но вот эти очень хорошие. Это конец 20 века. Пластинки Кодек. Кодек известная американская фирма. Они всегда лучшего качества в мире были. Мы пользовались Кодеком только если это какая-то очень серьезная работа, очень важная. Они где-то дорогу стоили. Мы обычно пользовались своими либо немецкими. Восточно-немецкими. Орланды неплохие, но вот они. Очень сильный фон. Серое небо. А должно было быть простаточным. Поскольку от черного неба не должно было свет идти. Его почти не идет. Но сама пластинка довольно сильная. Но для рядовых работ это будет характерно. Кассета. Такая деревянная или металлическая коробочка, в которую закладывается полный темнотип. Пластинка закрывается, и человек узнает. Кто это? Хаббл, Хаббл. 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 С таким лицом. Хаббл был боксером, вообще суперзамен. Но тут явно не то лицо. Нет. Это кладь Томба. Который что? Плутон открыл. Плутон открыл. Вот он идет открывает Плутон. Вы видите? Нет, Тянич. Астрономы не ходят в такой одежде на работу. Ходят в ватнике или в каком-нибудь. Он уже открыл Плутон и теперь фотографируется для журнала Life. Кассета правильная. Кассета – это коробка, которая в себе держит в полной темноте под пластинку. Ее вешают в фокальной плоскости телескопа. Это телескоп-рефрактор. Тут объективы двух лензов. Немецкий очень хороший телескоп цельсовский. Потом, вот видите, какая задвижка тянут ее наверх. И внутренняя стенка уходит. И пластинка становится видна объективу. И он может на ней пластинки оставаться вверх. То есть прям внутренняя стенка принимается. И можно начинать работать. Всякое бывает. Вот каким-то образом. Забрался и сидел. Не все время, видите? Часть экспозиции он просидел, а потом убежал. Так что там звезды отпечатливаются. Но фон гораздо слабее. Начнем примерно две трети времени. Экспозиция длительная. 15-20 минут, 40 минут иногда бывает. И потом убежал. Так что вот всякое бывает. Ну, не страшно. А как вот процесс устроен? Эмульсия – это такая желатиновая основа. Вязкая. Как кисель ее намазывают. Наливают, точнее, на стекло. А в ней замешаны кристаллики цель чувствительного вещества. Обычно. Это галоген. Галогени. То есть либо бронистый, либо хлористый. Сереброзный. Кристаллики бывают разного размера. Мелкие и крупные. В чем разница? Вот процесс – очень сложная штука. Физично, если экватор света попадает на кристаллик, там возникает такой центр, ну, восстанавливается серебро, но потом начинается процесс лавинного восстановления. Уже независимо от количества упавших два класса. И во всем кристаллике восстанавливается серебро. Считается бром и хлор. И серебро в чистом виде, металл получается. И кристаллик чернее. Если мелкий кристаллик, все равно два, три, пять квантов можно, десять иногда, чтобы он почернел. Большой кристаллик, все равно десятки квантов, он весь почернеет. С одной стороны, если крупные кристаллы, значит, высокая светочувствительность. Потому что тут сколько квантов надо, чтобы на каждый кристалли попасть. А тут попал виток квантов, здоровенный кристалл стал черным. Но понимаете, что тут пиксели. Это, собственно, пиксели, размер пикселей. Огромный, а тут мелкий. Значит, это изображение может быть очень детальным, но его надо как следует засветить, большое количество свет поопустить. А это не будет детальным, из-за того, что свет чувствует. Приходится всегда выбирать, что у тебя. Яркий объект? Можешь взять такую мелко-зермистую эмульсию. Тусклый объект? Бери крупно-зермистую эмульсию, но не рассчитывай на четкую картинку. Вот как они. Попал в несколько квантов, восстановилось там серебро, а потом сам уже самопроизвольно пошел этот процесс, ну, под действием некоторых химических веществ. Обычно, когда мы проэспонировали пластинку, мы ее несем в лабораторию и окунаем в раствор под названием проявитель. Он ускоряет этот процесс по четверти. Потом моем в воде, как правило, постелированный, и закрепитель. А что делает закрепитель? Он ускоряет те кристаллы, на которые не попали. Вот сюда не попали к ванной? Не вообще-то попали. Вот скажем, если не попали. Иначе здесь светлое место должно остаться. И закрепитель просто растворит этот кристалл, он уйдет из эмульсии, ну, если свадывает закрепитель, и не будет нам вмешиваться в процесс получения изображения. Вот, как правило, двухэтапная обработка химической. Проявитель, вода, чтобы помыть, закрепитель, там саму вода, чтобы помыть, и все. Высушивают власти. Эмульсия становится сухой, уже никуда не будет, и вытекает, твердо приклеивается к стеклу, и все получается. А какова спектральная чувствительность фотоэмульсии? Ну, долго она была только в голубой области работала. В обыкновенной эмульсии она была. Желто-зеленый, в голубой, но в красную область не тянулась. Красный свет никак не отражался на фотоэмульсе. Поэтому стандартные древние фотоэмульсы можно было прекрасно проявлять. Такой густой красный свет, он не мог оставить следов на пластинке. Можно было в лаборатории работать. Но астрономам, жалко терять свет. Мы стали делать, нам стали делать, оркохроматический, потом панхром, вообще там, в далекую инфракрасную область, добавляя красители, и сделали чувствительную красную область. И все. Тогда уже пришлось работать в полной темноте, иначе наш красный фонарь засветил пластинку. Ну, это вот кодек, лучшие эмульсии кодека. У них даже маркировка 103А. А, что такое? А, астрономические, да. Их делали самые дорогие, их делали специальные астрономические наблюдения. Видит, куда тянется? 8000, 8000, 6000, ну, до 7000, там, тянется. У фоку-вастила, конечно, много недостатков. Достоинство единственное, что там они фиксируют изображение. А недостатки какие? Ну, вот, пожалуйста. Сладенькая звёздочка, маленькая точка. На самом деле, это та точка, которую телескоп нам рисует. А яркая звезда, о-о-о, какая, гляну, как она получается? А, по-разному получается. Растение света возникает во многих местах пластинки. Самое простое, это вот, если разрез пластинки показать, это слой стекла, а на него слой муси нанесён. Приходит луч света. и муси зафиксировал какое-то изображение. Ну, а наш полк прозрачен. Луч света пошёл в стекло внутрь пластинки. Отразился. Попал сюда и засветил в другое место, что трянулся. По нашему лучу приходит в фокус под разными углами из телескопки. И отлетел. И сюда пришёл луч. И вот уже перестал висовать. Ну, поняли, да? Внутри стекла. Поэтому иногда, не иногда, а вообще всегда внутренне в сторону фотопластинки покрываются специальным антибликовым покрытием антиотражающим, которое должно убить вот этот вот свет, поглотить его и дать его обратно туда отразиться. В общем, всякие предпринимаются, но они частично помогают чем ярче объект, сильнее расплывается. Ещё расплывается, потому что телескоп не идеально пропусирует. и, например, звёзды здесь маленькие, потому что центральная часть изображения оставила свой свет, а периферийная пластинка именно фиксировала, слишком слабый был поток света. А ирак звезды настолько велик, даже вдали от центра изображения, что он вдали оставил свой свет. Вот как меняется с количеством упавшего на фото пластинке света почернение объекта, степень черноты. В прямом потоке света пластинка вообще не чувствует нет никакой черноты. Потом линейная часть этой характеристической кривой самая полезная. Чем больше упало света, тем чернее стала пластинка. А потом насыщение все кристаллы серебра восстановились, свет разорвал все химические связи, все серебро стало металлическим. Там черное обращается в нём света. Сколько вы дальше насветили, уже чернее не будет. даже иногда такой эффект стерилизации может нацветлеть. Надо работать на этом линейном участке. Надо иметь в виду. У электронов первых свет и прочие проблемы. Вот четыре фотографии одной и той же области неба с разными экспозициями. с короткой экспозиции. Видны звезды до двенадцати величины. Берём эту ярку, смотрим, маленькое, хорошее изображение. Он слабых не виден. Сделаем экспозицию два больше, еще больше, вытягиваем звезды до двадцатой звездной величины. Замечательно. Но яркое. Так нам засветило вокруг себя все, что мы там ничего не видим за ней. И это действительно проблема. Большие телескопы, космические телескопы, фотографируют небо очень глубоко, звезды очень большие звездные величины. Но на месте ярких звезд у нас такие проплешные и мы не знаем, какие слабые объекты лежат там за ними. Ну, еще раз можно посмотреть. Изображение звезды это некая одногорбая кривая. Центр яркий, а крылья не такие яркие. Если звезда слабенькая, может центр видеть, изображение остается возрастом. А если она яркая, расплывается во все стороны. Вот, пожалуйста, любимая звезда всех народов. И это размер поля градусов. вот это полградуса. Полградуса луна. И мы не знаем, что там за ветры в диаметре полградуса. Там могут прятаться какие-то замечательные галактики. Богом знает, что там может прятаться. Но ветра нам убила все за собой. Сириусы и прочие яркие звезды вот так сильно засвечивают поле зрения телескопа, что большими проплешками мы лишены возможности видеть далекие слабые объекты в этих направлениях. Возьмите какой-нибудь хороший колок, выведите его на экран компьютера, и вы увидите просто дырки на них, отсутствие звезд на тех местах, где яркие звезды не позволили увидеть более далекие. Это проблема. Как ее решить? Заслонить. Заслонить. Конечно. Заслонить яркую звезду. Сделать то, что называется внезатменный кататопор. Только это для Солнца, а это звездный внезатменный. Пока не получается. Это надо, скорее всего, в космосе сделать. Пока не получается. Очень важно большой динамический диапазон иметь, чтобы и слабые, и яркие части объекта фотографировались. Посмотрите, это Галактика. На старых снимках такая сильная передержка, что вся Галактика просто черная пыльма. Все зависит свет, никакой структуры не видно, потому что тут все полное освещение оказалось. Современные ровные темные свету позволяют сделать много-много кадров с разными позиций, потом сложить. Мы смотрим. О, какая интересная галактика. Она действительно очень необычная. У нее есть спиральные ветви, которые разматываются, уходят от центра, а есть, которые наматываются. То есть, вдоль спиральной ветви, вы к центру движетесь. это, можно сказать, почти уникальная шутка. Спиральная галактика. Есть ветви и того, и другого типа. Как правило, вот эти вот размазывающиеся. Ну, вот только благодаря тому, что мы научились хорошо фотографировать и заметили. Все, о химических источниках премьерных света больше не говорим. Теперь облектованных и связали. Электронные приемные сферы используют фотоэффект. Фотоэффект проходим. Проходим? Проходим. Какие бывают два типа фотоэффекта? Внутренний и внешний сигналы. Внутренний и внешний сигналы. Внутренний Внешний это когда квант передает электрону такую идею, что тот может выскочить вообще из пластинки металлической и улететь куда-нибудь улететь. А внутренний он просто переводит электрон из валентной зоны в зону проводимости. Электрон может внутри пластинки гулять. Вот первые приемники света были на внешнем фотоэффект. Колбочка. Воздуха нет. Вау. И полупроводниковая пластинка под каток прозрачный полуповый цвет выбивает электроны. Мы прикладываем разных потенциалов от батареи. Электрон летит к плюсу. Летит, значит, возникает ток. Он должен быть пропорциональным количеством пришедшего света. Так появился фотоэлемент. Замечательная штука. Он, конечно, не знает, откуда пришел свет. Никаких изображений не может получить, но поток света он менее. Синий поток. А слабый не может. Почему? Ну, тут нужны миллионы электронов, чтобы какой-то заметный не то, чтобы приемники стрелка дрожного. То есть, можно миллионы кланков света от одного кланка выезд один электрон в случае ток. Так что, это только для сильных мощных потоков света годится такая штука. Мы быстро поняли, как его совершенствовать. Надо увеличивать, умножать количество фотоэлектронов. Хорошо. Пришел свет, выпил из катода один электрон. Дальше мы прикладываем разность потенциала. Это называется фотоэлектронный умножитель. И электроны разгоняются от минуса в минус 1000, а тут всего лишь минус 90 вольт, значит 100 вольт и 20. Разгоняется и бьет по следующему, который он приобрел энергию, равную чему, летя отсюда сюда. Разность потенциала 100 вольт это один электрон 100 вольт. 100 вольт будет очень хорошей энергией. Ее достаточно, чтобы выпить из этого катода 3-4 других электронов. А сюда мы предложили еще меньше потенциала. Тут 900, тут 800. Разность 100 вольт. Летят несколько электронов, и каждый выбивает еще несколько. Все дальше понятно, да? Если, например, при каждом попадании электрон выбивается 4, а у нас 10 каскадов то 4 десятки серии на 10 шестой миллион. Сюда пришел один квант, выбил один электрон, на выходе мы получили миллион. Миллион это уже вещь. Ее можно зафиксировать и отметить приход одного батона. Как это выглядит? Приборчики такие сейчас видят, я их буду принять. Вот самый наш такой древний рабочий ботоэлектронный умножитель. это у него выходы вот эти пластинка называются диноды сюда колодочка подключается и на каждый динод свое напряжение подается минус старое 50-е 60-е 70-е он работал в 80-е работало вполне. Сюда изображение звезды проецируют объектив телескопа. Здесь мы получаем поток электронный. Потом немножечко их совершенствовали они стали покомпактнее а под фотокатод побольше. Что тоже неплохо, потому что можно расфокусировать изображение звезды и его положить вот расфокусированную такую площадочку вот сюда надеюсь катод чтобы разные точки фотокатода они же немножко по-разному устроены. Вот когда у вас звезда точечка и она будет бегать по фотокатоду изображение атмосфер портит она белая а если мы расфокусируем изображение звезды положим сюда куда он уже не будет усоединит свои возможности свою чувствительность ну и наконец забывают фото умножители вот такие то тоже в контакте смотрите какая это все вот вопрос астроному это это мне подарили на нейтринном телескопе в оксановском ущелье подземный нейтринный детектор там другая задача там надо ловить непонятно откуда летящие черенковские подоны и вся внутренняя поверхность нейтринного телескопа покрыта вот этими огромными у меня еще есть побольше ну я просто скажу там для других целей но вот это вот не астрономически хотя может сказать что нейтринная астрономика нейтринная хорошая частица но это не для фото а а для регистрации черенковского излучения от гиблина пролетающих через центр солнца вот так они выглядят поехали дальше есть порода фотоэлектронный умножитель фотоэлектронный умножитель в которых оба не зачернена и там есть внутренние структуры тут водокатод а тут система динона ну то есть вторичная самая умножительная система здесь контакт каждый из них проволочи каждому своему динону несет свое напряжение туда вот электрон летает пучок электронов летает один потон приходит а тут все больше больше на выходе получаем несколько сот тысяч даже миллион электронов такой мощный импульс кпд фотоэлектронный умножитель он довольно высокий процент 80 90 практически каждый пришедший потом регистрировать это очень сильно продвинулась страны пластинки ну дай бог чтобы один из двадцати или тридцати потом оставил черный а здесь практически десятки раз четвертность тех же самых телескопов поэтому например построить 5-метровый 6-метровый телескоп 5-метровый а потом двадцать лет никто не строил более крупных телескопов потому что за эти двадцать лет рождались все более чувствительные приемы света и они прогресс обеспечивают но когда они вышли на абсолютную чувствительность все приходящие регистрируются все уже лучше приемы не сделаешь тогда царь опять делал все более и более крупные телескопы для второго шипов 92-го года выпуска последний советский очень важно чем покрыт который сурмианцезия очень чувствительная покрытина и маленькая конечно их придумывали не для астрономов но больше всего улучшали качество и есть разные типы системы диноз например у этого видите он коротень спичка еще помните что такое спичка это же коротень сейчас не будет у всех а ты будешь спичка ты господи я даже не пью я даже на посвящен спичка маленькая значит он очень коротенький почему а там по-другому устроена система фенона там вот не так вот вдоль а они такими шарбицами от стенки к стенке бросают в общем немножко в реально поехали дальше ф фотоэлектронное умножение фиксирует факт прихода света но картинку он показать не может он смешивает все потоны и говорит вот сколько пришло а нам картинку можно увидеть яркость фиксировать для этого был придуман электронно-оптическое преобразование э-оп в принципе он устроен почти так же но с одним отличным тут тоже есть фотоэлектрон туда тоже приходит фотон тоже выбивает электрон но вокруг него обычно намотана катушка создано магнитное поле вот такое эпидемиологическое фиксирование чаще магнитное и смотрите если в эту точку пришел фотон и оттуда вылетел электрон куда он не полетел в каком направлении магнитное поле его сфокусируют вот эти все вылетавшие электроны и вот сюда возникает взаимноднозначное сомнение между точкой фото катода и точкой экрана ну а экран просто риминесцентный упал электрон тут вспышечка свет получается что картинка переносится сюда но зачем это делать переносить снова а тут еще раз потенциал тут минус а тут плюс электроны пока летят ускоряются и бьют сюда как следует если здесь один потом не заметили то тут от удара электрона получается несколько сотен фото вспышечка яркая и мы его замечаем то есть он переносит изображение все более того он может перенося его в другой диапазон излучения сместить например приходит инфракрасный фотон электроны разгоняются бьют в экран и оттуда оптика выходит мы бы не увидели глаза на инфракрасный фотон а оптический фотон мы увидим значит это прибор ночного зрения ночью мы смотрим на светящиеся в инфракрасном диапазоне объект люфты теплые танки ну и все тепло излучает инфракрасный свет и таким образом собственно для этого он был придуман эта идея только для войны на свое время использовалась но все равно мы сразу же подхватили и мы теперь получаем яркое изображение слабо светящиеся да еще иногда он прокрасный объект но если не хватает яркости можно взять второй диапазон и готов прижать экран второй каскад усиления яркости а можно и трех каскад бывают трех каскадные диапазоны там правда шума много но зато яркость повышается очень здорово ну и наконец по взрыву и шла безвозвратно потому что появились приборы зарядовой связи вы знаете как они никогда в жизни глаз не 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 ни ни приходит отсюда план и тут накапливается некоторое количество электронных проводить сюда подаем потенциал положение они куда из этой потенциальной ямки не могут накопили потом начинаем волну потенциала двигать к краю и таким образом волна потенциала тащить с собой вот эти накопленные электроны здесь все время и они притянуты сюда и мы эти накопленные электроны и побежала вот это накопленное место но где не накопилось там побежала ничего и таким образом картинка в виде заряда накопленных в разных местах матрицы она сбегается к краю сначала слой заслой а потом когда уже края достигла волна потенциала бежит в сторону и вот эту вот одну строку сбегает вообще к проводу и один получает информацию прописи из строки следующая строка следующая строка замечательная идея и реализация очень современная хорошая практически стопроцентно ппд стопроцентный квантовый выход этих фото детектор то есть все элитроны вернее так все батоны инвестируются и уже требует большего мы не можем с края тут контакт с края снимается ну в данном случае по разуме сидели в приеме обычный бытовой матриц водового потопара мы же делаем цветного изображения на цветную поэтому здесь каждые 4 пиксели покрыты цветофильтами 1 также красный синий зеленый и к сожалению теряется информация это только глупые пускали красный пропускает остальные образцы ну зато сразу на 1 матрица получается картинка цветная правда пиксель становится 2 на 2 вот элементарный пиксель получается да все не стоит четкость изображения но зато сразу барьерский фильтр дает нам цветную токсину на одной базе смазаться но это плохо это бытовая а в основном так не делают они что-то выкидывают и вообще не ставят и получают черно-белые всегда изображения независимо от цвета а нужен цвет ну пожалуйста сфотографируйте через красный потом через синий перед всей матрицей поставлен и потом через зеленый и у вас будет три одноцветных изображения сложите и будет цвет но по заэски тоже есть свои недостатки в одном числе не можно наконец-то много электронов они отталкиваются друг от друга большой потенциал они отталкиваются и тот элитерический потенциал который подан на этот пиксель не может удержать и начинают перепрыгивать соседи вот пожалуйста сладенькая звездочка хорошие упражнения поярче мы начинаем хвост какой-то видит а очень ярко разбежался заряд электронный который накопился в вместе вдоль строки туда и сюда ну не испортно смысле на изображение обычно не накапливается больше 100 тысяч электронов в одном пенсии говорят что можно обычно больше 100 не накапливается если яркая звезда то при нормальной позиции там много больше 100 тысяч электронов в районе начинают убегать так что у всех изображение неба на месте ярких звезд есть такие хвостики это просто электронно сближать пузырь с матрицей астрономические пузырь с матрицей как правило обзор неба был сломаный там телескоп не следил за ним наоборот картинка вверх по фокальной плоскости телескоп на месте стоял и одни и те же части проезжали через один ряд фильтра другой третий и последовательно получают изображение в разных цветах потом можно покатить цветную картинку синтезировать хотите по отдельности изучайте эти цвета наконец пару лет назад да действительно всего лишь пару лет назад наконец-то промышленность научилась делать гнут ли процесс помните какой а какой не надо за под названием кривизна поле мы изучаем пока не наилучшего а наилучшие четкости она не после фокальная поверхность фокальная поверхность где наилучшая четкость телескопе она имеет какую форму но у нас глазную яблоко приспособилась и теперь астрономы приспособлены только фотоаппарат яблоко напоминаю глазную яблоко нашим сейчас очень хорошо что она не после кроме того что мы четкость на краях в центре одинаковое получает какой еще недостаток мы пытаемся компенсировать помните мы говорили обороты инъектирование по краям темнее чем цены а теперь края загнулись и вот этого эффекта косинуса есть он объективно уже не такой сильный потому что матрица на краях ловит лучше цвет более перпендикулярно становится падающему из объектива света чем плоская так тоже хорошо имитируем слабее в радио астрономии конечно еще далеко до таких возможностей как уроки имени пцс но они только как не движутся пожалуйста приемом радио телескопа ну правда миллиметрового диапазона тут тоже видите пиксельная структура там конечно не так много пикселей сколько там 10 на 30 но все-таки это такое радио изображение даст вот эта вот матрица приема цвета не один а все-таки тысячи и тысячи и тысячи и тысячи потихоньку они к этому тоже не идут я уже несколько раз произносил квантовый выход ну довольно трудно так если аккуратно определять что это такое но грубо говоря это отношение количество количество зафиксированных электрон а потом по отношению к полному их количество упавшему на фото приемник вот наш глаз имеет довольно низкий квантовый выход кстати рекомендую книжку очень хорошая алексей миронов на наши сапоги но фото метрии он конечно сам крутой лучшее пособие фото метрии измерения света проведение проглаз человека а вот но глаз наш имеет квантовый выход примерно 7 8 процентов фотоэмульсия еще хуже меньше одного процента а почему же на фотографиях мы видим те звезды которых просто глаза не горжит ну во-первых да диаметр объектива больше диаметра нашего зрачка а во-вторых длительность экспозиции у нас экспозиция на десятые секунды а в телескопе десятки минут ну а фэу это уже хорошо почти как наш глаз ну а взрослый 50 60 когда книжки писалось 38 назад сейчас уже как 90 процентов когда еще не было на самом деле сейчас появились то есть мы решили проблему света фиксации света фиксации теперь надо снова наращивать размеры телескопа чтобы двигаться дальше объем информации сетчатка глаз ну я взял тут пиле александр палочек потому что колочек мало сто двадцать миллиметрис это много фото пластинка большая 35 на 35 фото пластинка практически с глазом имеет соответствие а большие астрономические матрицы в общем это а большие астрономические матрицы это вот уже существенно превосходит и фото пластинку и глаз человека теперь так ну а как мы получаем цветные изображения в астрономе я вам не говорил перед взрослым с матрицей ставьте фильтр и одноцветное изображение получают как их получают обычно астрономы пользуются вот этими переменами УВВ стандартная экономическая система по отрывайлу глупый или желтый ну сами видите какие-нибудь диапазоны и последнее время добавили мы еще красный литр когда тут пластинки появились чувствительный красный цвет но подзайс матрицы как правило чувствительные глаз человека тот уже не виден а подзайс это виден вот дома сделайте такой опыт возьмите свою камеру и направьте на нее в пульт от телевизора вы не видите вспышь света в пульте телевизор он дает это в диапазоне там от 7,5 до 8 тысяч экстрем а наконец вы увидите может быть от дизайс как? нет, то увидите никак не трогают попробуй же софи ну это не будет не будет а любопытно ну вот я так и нарисовал что раньше мы пользовались трехцветной системой теперь четырехцветной а оказывается ну пробежимая технология а оказывается у птиц в отличие от млекопитающих тоже четырехцветная система цветного зрения то есть колбочек четыре типа а не три как у человека а они работают как современные астрономы вот так вот устроен приемник света у шестиметрового телескопа например тут все сразу и спектральная аппаратура и интерферометр и фотокамера а это турель со светофильтрами и вы кнопочку нажимаете тут шаговый двигатель поворачивает этот турель и тот или иной светофильтр подводит к проходящему из от объектива телескопа света и можете быстро быстро переключаться в каком диапазоне светлости спектра вы ведете наблюдение обычно в трех или четырех диапазонах при включении одной экспозиции чип-чип-чип-чип-чип и получаете четыре или четыре снимка почти одновременно но в разный диапазон цвета потому что складывать так это делать цветную для астрономии не делают а по отдельности каждый цвет изучают ну там полировать может быть например ну как правило там светофильтр а зачем две а надо вам например объединить поляризованный свет в желтых лучах вы позволите полировать и вводить свет а с ним сделать например представьте себе что мы объединили последовательно поставим в и видите они немножко перефлёст работают дальше если поставить два светофильтра этот выделить вот эту область ну а накрыли вот эту тот накрыли вот эту и получится вот такая зона взаимной прозрачность намного меньше ширина бывает так ладно все мелочи ну современный прием на больших телескопах томно-полковым весом фотокамера ПЗС как правило охлаждается жидким зонам чтобы шумы тепловые поменьше случайные электроны никуда не улетали а только те которые при поглощении ван нахождаются красивые получают между прочим вот само представление полученного изображения тоже искусство надо думать как каким цветом вывести на экран те спектральные диапазоны которые у вас не фиксируют вообще например картинка космического телескопа в далеком ультрафиолетовом диапазоне вы ее зафиксируют на экране ультрафиолет не покажешь до экрана значит надо в какой-то цветом преобразовать чтобы и тут определенные традиции соблюдать мы смотрим на фотографии солнца и даже без поточек знаем что это получат гелия так сказать закодировали этот ультрафиолетовый диапазон красным видим это рентгеновское изображение мягкое рентгеновское получат тоже зеленоватый а можно совместить несколько рентгеновское плюс ультрафиолетовое изображение тогда цвет кодировка цвета показывает вам где какая температура смотрите тут похолоднее тут по горячей кромосферы ну всегда надо лучше конечно писать какую-то цветную марку печатать и писать это это ну а профессионалы не делают потому что они уже полны кодировку цветную на память и сразу разбираются с ним что а профессионал знает красный это оптика а синий ультрафиолетовое на оптическое изображение галактики наложили изображение полученное космическим телескопом ультрафиолетовое а ультрафиолетовое очевидно что молодые горячие звезды дают ультрафиолетов или ультрафиолетов такой очевидной спиральной структурой даже отдельные области звезды образования видны но если только эту картину поставить она тоже малоинформативная а сравнивая ее собственно лучше более полное представление получить и вот в рионе снимок оптический а в нём печатать инфракрасный и мы видим красный потоки этот инфракрасный свет который испырил их как будто бы наш класс проникает туда сквозь пыль и мы видим молодые звезд лучше конечно многоцвет тоже модировка цвета инфракрасный снимок чего-то и мы понимаем смотрим на шкалу а высокая температура тут низко высокая красная низкая синяя замерз нос синяя с ну попробуйте объяснить почему эти области величее чем окружающие чем вот это в чем дело разная температура а почему шерсти нет шерсти ну нет шерсти что кожа внутренние температуры мы проникаем внутрь организма глядя сквозь глаза сквозь уши взгляд практически внутрь черепа через все эти места а там температура у собачки никакая 35 я думал что у нас есть шерсть ну может мы не совсем прямо внутрь но глубже а шерсть имеет комнатную температуру или вот видно что здесь комнатная температура это наверное дальше но тело человека тоже имеет разные тоже кодировки но это кодировку вот так надо правильно представлять закодированные изображения обязательно объясните людям каким цветом у вас закодирована какая температура какая-то будет полноценная научность снимок а не просто иллюстрация для любителя ну закончились все